Техническое описание кода неисправности OBD-2, рабочие характеристики цепи управления выпускным клапаном цилиндра 10, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, автомобилями Dodge, Peugeot, Jeep, Chevrolet, Chrysler и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации двигателя, код неисправности OBD-2 P3478 и соответствующие коды P3477, P3479 и P3480 связаны с цепью управления выпускным клапаном цилиндра 10. Целью схемы управления выпускным клапаном цилиндра 10 является отключение выпускного клапана для обеспечения возможности отключения цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, чтобы повысить экономию топлива во время работы с малой нагрузкой на холостом ходу или на шоссе. Модуль управления двигателем ESM управляет четвертых или восьми цилиндровыми режимами работы двигателя, отключая четыре из цилиндров двигателя. Этот процесс достигается путем включения соленоидов с переменным фазным временем, которые при необходимости включают и выключают выпускные клапаны. Этот код относится к цилиндру номер 10, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком запуска цилиндров. Контроллер ESUD ограничит время отключения цилиндра 10-минутным циклом в режиме V4, а затем вернется в режим V8 на одну минуту соленоид газораспределительного механизма цилиндров. Номер 10 устанавливается на выпускном коллекторе или рядом с ним рядом с этим цилиндром в зависимости от конкретной конфигурации и автомобиля. Когда контроллер ESUD обнаруживает проблему с производительностью в пределах напряжения или сопротивления в цепи управления выпускного клапана цилиндра 10, устанавливается код P3478 и загорается контрольная лампа двигателя. Сервисный двигатель вскоре загорается или оба могут загореться, в некоторых случаях контроллер ESUD может отключить инжектор цилиндра номер 10, пока проблема не будет устранена, а код не будет очищен, что приведет к заметному пропуску двигателя, соленоиды дезактивации цилиндров, какова серьезность этого кода неисправности. Серьезность этого кода может значительно варьироваться от умеренного до серьезного в зависимости от конкретных симптомов неисправности, пропуск зажигания требует немедленного внимания, поскольку это может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P3478 могут включать, повышенный расход топлива, плохая работа двигателя, пропуск двигателя, сервисный двигатель скоро загорится, проверьте, горит ли лампа двигателя. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода P3478 могут включать, неисправность электромагнитного клапана регулировки фаз газораспределения низкий уровень или давление моторного масла, ограниченный проход масла, неисправная или поврежденная проводка, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, неисправный ESM, какие шаги по устранению неполадок P3478? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и двигателю, это может сэкономить ваше время и деньги, потому что это в основном известное решение известной проблемы, вторым шагом является проверка состояния моторного масла и подтверждение его обслуживания на соответствующем уровне, затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления Выпускного клапана цилиндра 10, и посмотрите на наличие явных физических повреждений В зависимости от конкретного транспортного средства эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соленоид регулировки фаз газораспределения, переключатели, индикаторы неисправности ESM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов, далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов Обратитесь к конкретным техническим данным для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию и определить каждый компонент Включенный в цепь управления выпускным клапаном цилиндра 1, продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля В этой ситуации датчик давления масла также может облегчить процесс устранения неполадок Чтобы подтвердить ограничение прохождения масла, напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий, помогая вам поставить точный диагноз Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления, проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта, замкнута или подверглась коррозии и должна быть отремонтирована или заменена каковы некоторые общие исправления для этого кода Замена электромагнитного клапана регулировки фаз газораспределения, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена неисправной проводки, очистка заблокированных масляных каналов, перепрошивка или замена ESM Распространенная ошибка замена электромагнитного клапана регулировки фаз газораспределения, когда из-за недостаточного давления масла или неисправной проводки ESM устанавливает этот код Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с кодом неисправности цепи управления выпускным клапаном Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет